Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня нашей сплоченной командой Григорий Павлович Арутюнов, Юрий Михайлович Лопатин и я приветствуем вас на очередном нашем образовательном мероприятии, посвященном метаболической синдемии, метаболическому синдрому. И сегодня у нас речь пойдет о совершенно прикладных моментах, как вести больного с учетом коморбидной патологии при гиперлепидемии. И уже по традиции я всегда начинаю наши эти мероприятия с того, что мне выпала роль озвучивать клинический случай, который мы уже сегодня послушаем в третий раз. Почему? Потому что часть аудитории меняется и, естественно, поскольку здесь имеется совершенно четкая практическая направленность, для тех, кто подключился к нам вновь, они должны представлять себе, о каком пациенте идет речь. Поэтому, с вашего позволения, Юрий Михайлович Григорий Павлович, я озвучу краткоклинический случай, а потом уже перейдем к оценке того, что можно сделать для нашего пациента. Итак, пациент, 43 года, жена, двое детей. Мы видим, в общем, достаточно выраженное ожирение у этого пациента. Стандартные жалобы, общая слабость, снижение работоспособности, снижение памяти, концентрации, внимания, частые головные боли, одышка при выраженной физической нагрузке, подъем до третьего этажа по лестнице, быстрая ходьба на 500 метров, боли за грудиной не отмечают. Это иногда, после больших, чем обычно физических нагрузок, постозность голени к вечеру. Из анамнеза, что известно, был направлен на осмотр к врачу-терапевту при прохождении диспансеризации. Ранее к врачам не обращался. В 2021 году был тяжелый ковид. Вы видите, что лежал на протяжении месяца в стационаре, искусственная вентиляция легких была. В течение после года постковидный синдром с классическими проявлениями ухудшения памяти, снижения концентрации, внимания. Полгода назад впервые появились на фоне головных болей повышения артериального давления. И дальше мы видим, что еще один аспект, который сегодня уже, в общем, и зарубежные наши коллеги констатируют, что после ковида имеется прибавка в весе. Она довольно значительная, 10 килограммов. Ну и, в общем-то, человек ответственный за свое здоровье, он эти жалобы расценил как, в общем, некое нестабильное состояние. И решил, что по этому поводу нужно пройти диспансеризацию, обратился к врачам. Менеджер по логистике крупной компании, то есть, понимаем, психоэмоциональный компонент достаточно важный и постоянный. Отягощенная наследственность, артериальная гипертензия, ожирение у родителей и отца, инфаркт в 48 лет, у матери транзиторная ишемическая атака 54 года, курил, но бросил, алкоголем не злоупотребляет. Данные объективного обследования. Индекс массы 29,4, окружность талии 103, ЧСС выше 83, артериальное давление 142,90 мм тупного столба. Ну, мы видим с вами, что среди того, что заслуживает внимания увеличение печени, печень мягкая, плюс 2,5 см выходит из-под края реберной дуги, сохраненная периферическая пульсация и симметричность пастозных голени, пастозность голених нижних конечностей. Здесь представлены лабораторные данные, вы можете на них внимательно посмотреть. Теперь я бы обратил внимание, наверное, на несколько моментов. Это то, что у пациента высокий уровень гликированного гемоглобина, высокий уровень липопротеидов низкой плотности 4,1, снижение липопротеидов высокой плотности и достаточно высокий уровень 3-глицерида. Ну, трансаминаза особых таких озабоченностей не вызывает, и глютамат транспептидаза. Ну, и я, конечно, обратил бы ваше внимание на высокий уровень ЦРБ 5,2. Это как раз применительно к тому, о чем мы сегодня будем говорить в отношении гиполепидемической терапии. Ну, и мы видим с вами изменения со стороны мочи на ЭКГ признаки гипертрофии. По данным суточного мониторирования артериального давления, среднесуточное давление у нас 134 на 77 миллиметров тутного столба, по данным СМАТ. И вот такой больной пришел к нам на прием, и нам надо совместно в виде, так сказать, нашего такого дистанционного консилиума понять, что с ним делать. И вот здесь я хотел бы предоставить слово, передать эстафетную палочку Григорию Павловичу Арутюнову. Пожалуйста, Григорий Павлович. Дорогие товарищи, главный идеолог этого образовательного проекта, профессор Недогода Сергей Владимирович, поручил мне сегодня осветить всестороннюю проблему коррекции дислепидемии. Но всестороннюю в контексте образовательного проекта синдемии. Вот поэтому давайте расширим наш кругозор в обсуждаемой проблеме. Я задам несколько наивных вопросов. Как вы полагаете, как правильно сказать холестерин или холестерол? И как на русский язык переводится слово атеросклероз? Вот давайте несколько погрузимся, это очень интересная история. Смотрите, в конце 700-х годов довольно большое внимание в клинике внутренних болезней уделяли желчным камням. Их добывали, естественно, посмертно. Из них выделяли вещество, считали, что оно носит целебный характер. Его называли жировоском. И веществом очень подробно стал заниматься через много лет исследователь, химик по фамилии Форкуа. Он был, между прочим, министром образования в правительстве Наполеона. Потом получил из этого белого жировоска вещество, которое известно нам сегодня под названием холестерин. Но оно продолжало называться жировоск. И только в 1815 году тоже биохимик, занимаясь этим веществом, решил назвать это вещество как-то определённо. И он назвал его в переводе на русский язык «твёрдая желчь», потому что добывали желчных камней. Прошло ещё много лет, примерно 40 лет, и был такой биохимик Берт Ло, который, занимаясь самой структурой вещества, пришёл к выводу, что это, в общем-то, спирт. Поэтому он должен иметь правильное название – холестерол. Кончание «ол» в конце. Но в нескольких языках, в том числе в немецком, бенгерском, в русском, осталось название старое – холестерин. Конечно, бесспорно, холестерин имеет огромное значение в нашей жизни. По крайней мере, структура мембран клеток, она зависит от правильного расположения в ней молекул холестерина. Избыточное состояние действительно приводит к патологии. Итак, это первый термин. Давайте второй термин разберём. А как на русский язык переводится слово «атросклероз»? Дословно оно переводится как «твёрдая каша». Вот теперь, просто сделав вход в эту проблему, давайте скажем, что по-настоящему изучение этой проблемы начинается с первой декады 1900-го года, то есть 19-го века. Вот смотрите, что там, 20-го века, простите, 20-го века. Что там изучалось? Изучал биохимик Виндау, он пытался понять, а что входит, собственно говоря, в саму бляшку. И исследуя стенку аорта и бляшки, он прошёл то, что в бляшке холестерин. И тогда началась дискуссия, которая пыталась объяснить, каким чудом, то, что находится в желчных камнях, находится в сосудистой стенке. Прошло несколько лет, несколько лет, и выдающиеся российские, а потом советские исследователи, врач, фамилия Анечков, вместе со своим учеником Халатовым, и вывели вот эту потрясающую теорию, которая называется холестериновая теория развития атеросклероза. Они, по сути, произнесли два термина. Занимаясь кроликами, кормя кроликов холестерином, они доказали появление бляшек. Они сказали, первый ключевой посыл. Без холестерина не бывает атеросклероза, и чем больше уровень холестерина, тем выражение мультифокальное поражение. Посмотрите, это историческое, это достижение российской клинической мысли. Это естественный рисунок атеросклеротической бляшки. Первый в мире рисунок бляшки, выполненный рукой самого Анечкова. Не было фотоаппарата, но всё, что видел в окуляре микроскопа, он и зарисовал. Здесь вы видите и пенистые клетки, и голодкомышечные клетки, и коллаген. В основе этой атеросклеротической бляшки, то есть вот с эпохи работы Анечкова, и началось то, что мы сегодня называем холестериновой теорией. Надо было связать её с клиникой. Откуда пошла борьба с дислипидемией? Это именно американский врач Эрик пришёл к пониманию того, что бляшка дорастает до таких размеров, что перекрывает коронарный кровоток и приводит к кишемии и загрудинным болям. И ещё один вклад россиянина, это русский эмигрант по фамилии Лунин. Он вместе с Конфортом и Блохом занимался вопросами синтеза холестерина. Тогда это казалось какой-то очень далёкой от реальной жизни наукой. В 1964 году они полностью нарисовали схему синтеза холестерина и отметили главенствующую роль от стелкоэнзима кориодуктазы. Прошло не так много лет, 25 лет, и именно это открытие, в том числе Лунина, позволило другому титану нашей эпохи, это японскому врачу Акироэнда, понять, что можно заблокировать этот фермент и остановить снятость холестерина. Он это продемонстрировал на бактериальной стенке, и им был создан первый в мире статин, мевостатин. Он был очень токсичный, не пошёл в серию, но началась эра, эра статинов в нашем уже понимании этого вопроса. С чем же мы боремся? Что именно мы хотим изменить? Мы так часто используем термин дислепидемия и говорим при этом, мы не биохимики, нам не нужно знать детали, но всё-таки какие-то параметры нужно знать. Давайте представим себе модель. Сейчас мы съели что-то жирное, и тот холестерин, который мы ввели, пероз, и холестерин, вылившийся вместе с желчью на жир, чтобы его эмульгировать, он захватывается белком, специально мы к нему подойдём, захватывается и затаскивается в антероциты. В антероцитах начинается синтез огромной структуры, абсолютно безопасной в плане атеросклероза, это хиломикроны. Она настолько большая, что не может пролезть в сосудистую стенку, и хиломикрон начинает плыть вначале. Огромная структура, посмотрите, сколько в ней триглицерида. Вот это гигантское зелёное поле, это триглицерид. Они плывут на белке, который называется АПБ-48, это можно не знать. Они вплывают в лимфатическую систему, в кровоток, и на эту структуру нападает липопротеин липаза. Она начинает заниматься своими химическими реакциями и отщипывает отсюда жирные кислоты. Жирная кислота может либо сгореть сразу, если вы даете физическую нагрузку, либо она отложится в жировую массу. Но хиломикрон начинает уменьшаться в своём размере, и появляется то, что мы называем ремнанты, остатки. Вот эти ремнанты, примерно их половина дойдёт до гепатоцита. В гепатоците начнётся синтез собственного холестерина. И вот это очень важно знать уже на совершенно другом белке АПБ-100. Давайте запомним этот термин. Это транспортный белок, который потащит частицы из гепатоцита в ткани, чтобы в тканях начался процесс атерогенеза, развитие атеросклеротического процесса. Кто же туда входит? Липопротеиды очень низкой плотности. Смотрите, как там много ещё триглицеридов. Липопротеин липаза нападёт на них, и они будут уменьшаться. Появятся ещё раз одни ремнанты, потом появятся липопротеины промежуточной плотности. И их уменьшат липопротеин липаза. Появятся липопротеины низкой плотности. Вот они являются основным игроком, который приведёт к бурному развитию атеросклероза. Что из себя представляет липопротеин низкой плотности? Ну вот они. Посмотрите на этот серый пояс. Это белок, транспортный белок, который тащит, нерастворимый. Тащит на себе это. Это белок АПБ-100. Это очень важный транспортный белок. Но он может подвергаться окислению. И как только он изменил свою структуру, его распознают рецепторы на макрофагах. Эти рецепторы очень красиво называются мусорщики. Они распознают и начинают поглощать телепопротеины низкой плотности. По что они превращаются? В пенистые клетки. И помните, их первым зарисовал Анечка. И эти пенистые клетки становятся источником воспаления. Но где? В стенке сосуда. Кто реагирует на это? Гладкомышечные клетки. Они начинают размножаться, увеличивать свой объем. И начинается из-за реакции воспаления, депонирования коллагена. Все. Процесс запустился. Он не будет остановим. Этот процесс и приведет к формированию бляшки. Что мы должны знать о липопротеинах низкой плотности? Они неоднородны. И одна из самых страшных их фракций – это плотные и мелкие. Они легко проникают в сосудистую стенку и потенцируют очень бурное развитие атеросклероза. Так давайте еще раз скажем. Что мы знаем? Мы знаем, что из гепатоцита поплывет пол частиц. Этот пол частиц у каждого из нас в эту секунду плывет в крови на белке АПБ-100. И он отвечает за развитие атеросклероза. И в него ходит целый ряд. Давайте проговорим, кто. Липопротеин очень низкой плотности. Промежуточной плотности. Низкой плотности. Липопротеин амалая. Вот мы теперь знаем главных врагов. Что ж такое дислепидемия? И как мы с ней собираемся бороться? Мы собираемся бороться с этими классами. Мы провозглашаем, что самый главный враг, который приводит к развитию атеросклеротического процесса. И это, собственно говоря, главная цель. Это липопротеиды низкой плотности. Но у нас появляется и цель номер два. И эта цель называется холестерин и липопротеида высокой плотности. Что это такое? Это целый пул частиц, которые я несколько раз уже назвал. Это липопротеиды очень низкой плотности, промежуточной, низкой и липопротеина мало. То есть всё то, что приводит к быстрому развитию атеросклероза. Давайте ещё раз вспомним. Без определения холестерина, не ЛВП, невозможна трактовка современного пациента. Мы должны выполнить простое арифметическое действие. Должны из общего холестерина вычесть холестерин липопротеида высокой плотности. И мы получим с вами пул частиц. Вот эта универсальная величина, которую мы получили. Это величина, которая отражает всё то, что приводит к развитию атеросклероза у нашего пациента. Но мы произнесли мало. Популярная пока термин липопротеина малая. Давайте начнём с того, как написали эксперты. Липопротеина малая должен быть измерен у каждого взрослого человека хотя бы раз в жизни. А почему один раз в жизни? Потому что он сформировался к 24-му месяцу жизни. Он генетически детерминирован. 95% величины, которую мы будем определять у любого пациента, сформировалось к 24-му месяцу жизни. Надо знать две цифры. Больше, чем 50. Автоматом высокий риск. Как бы хорошо себя не чувствовал пациент. Больше, чем 180. Риск чудовищно высокий. Он приравнится к риску семейной гиперхолестеринемии у нашего пациента. Таким образом, дислепидемию. Понятие, термин. Мы очень широко расширили сейчас. Мы понимаем, какая это сложная проблема. Что мы знаем ещё в мировом масштабе? Мы знаем, что это касается теперь не только высокоразвитых стран, а абсолютно всех стран мира. Мы знаем, что воспаление лежит в основе развития атеросклероза. Особую нишу сейчас занимают женщины и молодые. Потому что этот процесс описан в очи молодых людей. И совершенно по-особому атеросклероз звучит у женщин. Мы знаем об особой роли триглицеридов у наших пациентов. То есть, понятие дислепидемии и её коррекция – это многогранная проблема. И в ней должен разбираться терапевт. Потому что по современным понятиям пациент первым приходит к терапевту. И именно терапевт – тот врач номер один, который видит этого пациента. И только какие-то существенные проблемы в коррекции дислепидемии позволяют терапевту направить этого пациента на консультацию к кардиологу. И ещё очень важное понятие. Сам атеросклероз не является процессом, как это полагали ранее. Который неумолимо, медленно, но прогрессивно развивается. Прогрессивно и плавно развивается всю жизнь. То есть, вот так. Снизу наверх под определённым углом. Это не так. Потому что сегодня выяснилось, что это могут быть резкие скачки, острый коронарный синдром. А потом стабилизация, хронический коронарный синдром. Мы много раз об этом говорили. Сегодня этот процесс воспринимается как динамический. И мы говорим сегодня о главном пути, которое позволяет стабилизировать этот процесс. Это борьба с дислепидемией. То есть, дислепидемия в современной медицине воспринимается не как коррекция какого-то лабораторного параметра. А как новый подход к стабилизации того патологического с возрастом связанным процессом. Который неумолимо развивается у каждого из нас. Поэтому роль борьбы с дислепидемией сегодня достигла. Ну, своего, наверное, самого высокой точки в процессе понимания и интерпретации клиники внутренних болезней. Несколько слов про особенности. Первая особенность касается женщин. У женщин очень редко бывает облетрирующий, полностью поражающий коронарную артерию, атеросклеротический процесс. Для женщин характерен диффузный характер. И им чаще свойственно возникновение Минока. Синдром Минока, я расшифровываю по буквам, инфаркт миокарда без окклюзии коронарной артерии. Это особенность. И надо знать, что, как правило, женщины описывают по-другому стенокардию. Поэтому до тех пор, пока не будет опровергнуто, любое описание дискомфорта женщины, особенно в климактерическом периоде, должно восприниматься как довольно грозное явление. И подчеркну, до тех пор, пока не будет доказано, что это не связано с ишемической болезнью сердца. И еще одна особенность. Позвольте привлечь к этому гневу. Мы стали забывать. Сейчас в силу свойственного человеку определенной халатности мы забыли про ковид. Но больные, пережившие первую и вторую волну ковида, как показали наблюдения во всех странах мира, дали повышенный уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Поэтому при сборе анамнеза и этот фрагмент становится очень важным. В любом случае, статины становятся препаратами первого выбора. Это обязательно. Что мы должны знать? Какая методология ложится в борьбу, в основу борьбы с дислепидемией? Этот слайд является обязательным для каждого из нас. Это наша безопасность и руководство к действию. Мы должны знать два параметра. Исходный уровень у любого пациента, пришедшего к нам на прием, липопротеидов низкой плотности. И исходный уровень сердечно-сосудистого риска. Я сейчас веду курсор по зеленой колонке. Любой пациент попадает при кресте двух этих величин. Ну, например, больной, который имеет высокий риск и липопротеиды низкой плотности больше, чем 3, попадает сразу в красное поле. Вы видите здесь курсор. Это означает, что в рамках первичной профилактики вы ему назначите коррекцию стиля жизни и назначите бинекоментозную терапию сразу. А если ваш больной с высоким риском имеет исходный уровень меньше, чем 1,4, вы назначите только коррекцию. Вы понимаете, что это каждый раз подсказка, когда мы касаемся вопроса персонифицированного подхода к нашему пациенту. А вот если это вторичная профилактика, то мы автоматом сразу, с первой секунды знакомства с пациентом, назначаем ему коррекцию стиля жизни и медикаментозную терапию. Что значит назначить терапию статинами в коррекции дислепидемии? Просто назначить никому не нужно. Это не 90-е годы. Надо назначить точно провозгласив и записав в историю болезни цель. Вы рассчитали риск вашего пациента. Если это очень высокий риск, это уровень 1,4. Если это высокий, это меньше, чем 1,8. Вы определяете с этим риском, записываете его в историю. А это означает, что вы включаете другой алгоритм, нельзя просто назначить статины. Смысл назначения в достижении целевого уровня. На монотерапии с статинами вы достигнете в 40 с небольшим процентов случаев целевого уровня. Это важно знать. Это означает, что 50 с небольшим процентов не достигнут целевого уровня на максимальных цифрах статинами. Это потребует твердых знаний. Того, что монотерапия с статинами, ну в общем не является стопроцентной гарантией. Она является фундаментом. Но этот фундамент надо надстраивать. Поэтому мы сегодня говорим. Сама идея просто назначить статины и ты помог осталась в 90-х годах. Мы говорим назначить статины и при недостижении целевого уровня займись вопросом комбинированной терапии. Но все равно, выбирая статины и зная исходный уровень липопротеидов низкой плотности, давайте попробуем определиться, что мы знаем по термину мощность статины. Это ключевой подход в кабинете терапевта. Мощностью статины называется способность на какой-то процент снизить исходный уровень липопротеидов низкой плотности. Посмотрите, три основных статины, синего, аторовый и розовый статин, имеют дозу 10 мг стартовую дозировку. А питовый статин 1 мг стартовая дозировка. Вот давайте посмотрим. 10 мг синего статины, как вы видите, снижает на 28%. Розовый статин 10 мг на 48%. Почувствуйте разницу. 1 мг питовый статин на 33%. Вот мы с вами определили, что в принципе стартовая мощность совершенно по-разному снижает исходный уровень. Надо знать, что такое максимальная мощность. Что мы можем знать по этой цикле? Мы вводим с вами в нашу повседневную жизнь правило 6%. Любое удвоение дозы статина добавляет к мощности 6%. Если десятка симво статина снизила на 28%, то двадцатка, я удвоил дозу, снизит на 28 плюс 6 примерно 34%. А 40, я опять удвоил дозу, снизит на, соответственно, 34 плюс 6 40%. Значит максимальная мощность симво статина это 40%. А что такое максимальная мощность розового статина? Давайте посчитаем. 10 снизила на 48. 20, 48 плюс 6 54. 40, 54 плюс 6 60%. Значит максимальная мощность розового статина 60%. Это самый мощный статин на сегодняшний день. Давайте попробуем посмотреть, откуда взялись эти данные. Вот они взялись из этого очень интересного исследования. Стеллар. Это довольно старое исследование. Ему 21 год. Но это фундаментальное исследование, где сравнивали в том числе и максимальные дозы статина. И вы видите, что мы получили самое высокое снижение на 40 миллиграммах розового статина. Это исследование было первое. В него включили 2,5 тысячи пациентов, сравнили 3 статина, а потом выполнили метаанализ. Его назвали красиво Voyager, потому что все исследования, связанные с розовым статином, так посчитал, необходимо посчитал программный комитет их, стерлинг комитет, они назывались космическими названиями. И вот в рамках этого метаанализа 32 тысячи пациентов, они пришли абсолютно однозначно к одному выводу. Самым мощным статином на сегодняшний день является розовый статин. И это очень важно, у розового статина огромное количество замечательных, прекрасных препаратов, которые называются генерическими препаратами, ратинил, один из них. И вот мы должны помнить с вами, что выбор, когда мы выбираем, мы должны посмотреть на исходный уровень. Нет плохих статинов, есть понятие разной мощности статинов. Вы выбрали самый мощный статин, потому что так высоко задрались липопротеиды низкой плотности у этого пациента. Ну тогда исследуйте этой логике. Чем ещё отметился в мировой медицине препарат розовый статин? Он отметился мощным, мощным противовоспалительным действием. В рамках исследований Юпитер включались больные, у которых был высокий уровень цирреактивного белка. Знаете, цирреактивный белок, например, может быть у больных с высоким уровнем ожирения, цирреактивный белок у больных с сахарным диабетом, как правило, повышен. И вот этот высокий уровень цирреактивного белка коррегировался на дозах, на определённых, на высоких дозах розового статина. Это оказалось очень важным. Посмотрите, как интересно было рассчитано. Если ты назначаешь розового статина, например, ни у кого не взывает сомнение, там, смысл, значение ацетилсалисиловой кислоты. Но теперь смотрите на эту красную линию. Есть такое понятие, сколько надо пролечить больных. Он называется NNT, number, need to treat. Сколько надо пролечить больных, чтобы предотвратить одно сосудистое событие? Вот ни у кого не взывает сомнение с ссалициловой кислотой. Надо пролечить 400 пациентов. А сколько надо пролечить больных, которые будут получать розовый статин? Вы видите, здесь цифра стоит 25. То есть перед нами сила и мощность грамотного назначения статина. Не ради галочки, а ради достижения целевого уровня не вызывает никакого сомнения. Вот в рамках этого исследования Юпитер решили посмотреть, какой риск снижения. Насколько мы сбиваем риск. И вот выяснили, что если у больного снижается и уровень цирреактивного белка, в частности ниже, чем 2 миллиграмма налида. И уровень липопротеидов низкой плотности до 70. То тогда мы снижаем риск сосудистой катастрофы на 65%. А если мы достигаем, не достигаем ни ту, ни ту цель. То есть посмотрите, как это важно достигнуть запрограммированной цели. Да, мы снижаем, конечно, но это в 2 раза меньше. И только там, где мы точно достигали максимального снижения. И цирреактивного белка. И уровня липопротеидов низкой плотности. То есть максимального снижения до достижения целевого уровня. Мы выходили на максимальную пользу для нашего пациента. Это очень важно, чтобы мы помнили. Последнее исследование принесло. Оно было выполнено в 16-м году. Оно принесло еще очень интересные данные. Смотрите, давайте вспомним. АПО-БИ-100. Мы сегодня несколько раз его упоминали. Это тот транспортный белок, на котором поплыли. Вещества, которые будут ускорять развитие. Вообще гарантировать развитие атеросклероза. Я их напомню. Это липопротеина мало. Это липопротеиды очень низкой плотности. Промежуточной и низкой плотности. Вот выяснилось, что применение розового статина в рамках исследования Хоук-3. Можно не знать, как его называется. Важно, что оно показало. Помимо снижения риска уровня липопротеидов низкой плотности. Было показано, что АПО-БИ-100 снижается. На терапии розового статина. Это оказалось очень большим. Это очень значимым событием. Но перед нами классический подход к этим пациентам. Это алгоритм, который является сегодня универсальным. Больной должен получить максимально переносимую дозу статина. Это шаг номер один. Вы достигли уровня? Примерно в 40 с небольшим процентом вы достигнете. Нет, не достигли. Вы присоединяете второе активное начало. Это всегда изотимиб. Изотимиб имеет одну дозу, 10 мг, но снижает в интервале от 16 до 20% липопротеиды низкой плотности. Через 3-4 недели проверяете, достигли целевой уровень. Да, слава богу. Нет, не достигли. Таких больных будет не так мало, как нам кажется. Это будет до 10%, но они будут. И нужно задаться вопросом. Почему вы не достигли? Или вы проморгали семейную гиперхолестериномию в коррекции дислепидемии. Или больной не пьет препараты, или доза не та. Или вы вышли на принятие очень трудного решения присоединения третьего препарата. Третий препарат в нашем арсенале – это моноклональные антитела. Это инъекционные формы. Трудно назначить терапевта, хотя он имеет право это сделать. Поэтому гораздо важнее отправить этого пациента к липидологу или кардиологу. Это в зависимости, что у вас более доступно. И тогда вы будете определяться с этой проблемой. Но, обращая ваше внимание, алгоритм требует трёх шагов. Возможно, вы остановитесь на двух или на одном шаге. Но мы все должны знать про три обязательных шага. И объяснить в истории болезни, почему мы остановились. Наверное, потому что мы достигли целевой уровень у этого пациента. Мы твёрдо с вами произнесли. Первая прибавка терапии. Первый комбинирующий препарат – это препарат изотемиб. Изотемиб. Надо знать, что он делает. Он блокирует. Я уже говорил, в энтероците есть белок, транспорт, который потащит жиры, холестерин потащит в энтероцит. Он блокирует этот белок. Белок называется Ньюмана Пика, подобный белок. Смотрите. Если вы заблокировали этот путь, пусть он не очень большой, но вы его заблокировали. Что произойдёт? В гипотоцит придёт меньше субстрата. Меньше будет синтезироваться холестерина. А где этот белок находится? Вот вы сейчас его увидите. Посмотрите. Это кайма в тонкой кишке. Вы очень хорошо видите эти белые точки. Белые точки – это гистохимически выявленный этот белок. То есть, он действительно хватает холестерин, затаскивает в энтероцит. Если вы блокируете этот белок, вы останавливаете один из путей синтеза холестерин. Очень интересные исследования были сделаны довольно давно. Примерно 20 лет тому назад, когда этот препарат стал входить в нашу практику. И их никто не оспорил. Потому что мы выяснили, что стартовая доза статина плюс изотемиб по своей силе достигает максимальную дозу статина. Это всегда выгоднее. Потому что меньше побочных эффектов. Важно для нас. Но, тем не менее, возвращаемся в сегодняшний день. Понимаем, что мы будем комбинировать. Нам надо знать, какие у нас появились возможности расширить наше воздействие на пациента. Самое главное – нам разрешили изменить старт терапии. Мы твердо знаем, что если больной имеет очень высокий риск, и у него исходный уровень липопротеидов низкой плотности выше, чем четверка, мы можем сразу начинать с двух препаратов. Если он выше, чем пятерка, нам сразу разрешают применять три препарата. Это очень важно запомнить. Это в наших рекомендациях. Это абсолютное разрешение. Как часто мы прибегаем к этому разрешению – это второй вопрос. Поэтому и проводится образовательный проект с индивидуальными, чтобы мы знали, что есть такие возможности. И это в наших силах – изменить сценарий жизни этих пациентов. И несколько слов о моноклональных антителах. Моноклональные антитела – это антитела, которые препятствуют негативному влиянию белка. Он называется PCSK9. Вот так называется этот белок. Который уничтожает рецепторы к липопротеидам низкой плотности, которые спустились вместе с липопротеидом низкой плотности в гепатоцит. То есть, уничтожив рецепторы, он уменьшает количество рецепторов на поверхности гепатоцита. А это означает, что меньше захватывается липопротеиды низкой плотности. Это крайне негативно сказывается на уровне липопротеидов низкой плотности. Они лезут наверх. Все моноклональные антитела приводят к снижению на 55-60% липопротеидов низкой плотности. Надо знать, что выбор дозы – это не пустячный вопрос. Возможно, терапевту это будет несколько сложно, но для этого существует липидолог. Выбор дозы не делается с потолка. Он зависит от степи, от процента, на который надо снизить исходный уровень липопротеидов низкой плотности. И в нашем арсенале есть еще одно вещество – инклисиран, которое блокирует вообще синтез этого белка – PCSK9. Я прошу вас сделать обязательно слайд с этого экрана, потому что здесь в качестве информационного материала приведена мощность той или иной комбинации. И сделать обязательно слайд вот этого, с фотографией этого слайда. Здесь вся справочная литература по поводу того, когда вводим, чего опасаемся, с какой частотой проверяем состояние наших пациентов. Но комбинации бывают не только направленные на уровень липидов. Но я еще хочу обратить ваше внимание, что у нас может быть комбинация, когда розовый статин, самый мощный статин на сегодняшний день, комбинируется с гипотензивным препаратом. Это очень важно, потому что больные, как правило, больные артериально, высоким уровнем артериального давления, артериальной гипертонии, имеют, как правило, рукообруху дислепидемию с повышенным уровнем артериального давления. Очень важно повышать их приверженность к лечению, комбинируя антагонист кальция, ингибитор РПФ или иной препарат, влияющий на уровень рас, активность рас, со статином. Вот такое исследование потрясающее, где препарат называется Эквомер, было выполнено в Российской Федерации. Я хочу обратить ваше внимание, что такая комбинация тоже привела к очень важным событиям. В течение трёх месяцев произошла динамика в понимании высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Мы снизили эти риски популяции людей примерно на 12%. Это большая цифра. То есть, смотрите, на старте лечения гипертоника не будем забывать про дислепидемию у этих больных, и лучше, чтобы приверженность была высокая. То есть, в одной таблетке было это всё сразу. Тогда приверженность позволит нам ещё более повлиять на сценарий жизни нашего пациента. Вот вернёмся к препарату Эквомер, мы о нём говорим. Эта комбинация привела к тому, что у нас снизилась... Смотрите, давайте обратим на это внимание. У нас снизилась скорость пульсовой волны. Мы расслабили периферические сосуды. У нас изменилась ещё одна величина. У нас изменилась уровень липопротеинов низкой плотностью. А всё вместе привело к снижению по фремингемской шкале сердечно-сосудистого риска через 6 месяцев. Это очень важные комбинации. И так, в нашем арсенале есть очень много комбинаций. Комбинации препаратов, которые стреляют только по дислепидемии. И комбинация препаратов, которые стреляют по дислепидемии и высокому уровню артериального давления. И это всё вместе приводит к очень значимым событиям. С чем мы сталкиваемся в реальной практике? Неправильная трактовка результатов. Достигли успеха, отменили препарат. Это ошибка. Всё вернётся назад. Не назначили, потому что больного сахарный диабет. Это ошибка. Сахарный диабет – это свойство всех статинов. Увеличивается риск. Но для того, чтобы случился один новый случай сахарного диабета, надо, чтобы 255 пациентов принимали 4 года 80 мг, например, аторовостатина. А что будет, когда будет сахарный диабет? Вы сразу же назначите статины. Не назначают пожилым. Это ошибка. В любом возрасте снижение на 1 мм снижает риски сосудистых катастроф на 21%. Опасаются и отменяют статины из-за миалгии. Перед нами шкала. Это очень важная шкала. Проведите, если больной жалуется на боль в мышцах. Просто посмотрите на этого больного терапевтическим взглядом. Боль должна быть симметричной. Боль должна захватить большие мышечные пласты. И должна возникнуть в очень короткий временной интервал, измеряемый неделями, максимум месяц, от начала терапии статинами. Если это не так, вы сомневаетесь в связи со статинами. Проведите через эту шкалу. Большой процент, я признаю это, попадет в серую зону. В такой ситуации примените этот алгоритм. Это частая ситуация в реальной практике. Больные прочли это в интернете и рассказывают нам об этом. Всегда надо быть во всеоружии, чтобы интерпретировать это. Если уровень КФК меньше, чем 4 верхние границы, ну просто отмените на 2-4 недели. Все вернулось, боль исчезла. Слава Богу, поменяйте один статин на другой. Все вновь вернулось, отмените статины. А в интервале, когда вы отменили статины, дайте из-за тени. Если выраженный повышенный уровень КФК больше, чем 4 верхних границ, вы отменяете на большинство. Больной пьет из-за тени в этот момент. Вы назначили, поменяли статин. Вновь возникли боли, больше не играйте. Ситуация довольно тревожная. В такой ситуации вы перейдете на моноклональное антитиолоид. И из-за тени. Одного из-за тени вашему пациенту не хватит. Он снижает всего лишь до 20%. Если уровень поднялся больше, чем 10 раз, госпитализация обязательно. Потому что велика вероятность рафдомиолиза у вашего пациента. Наконец, есть ситуация, связанная с уровнем аланиновой трансаминазы. Если она до 3 раз выше верхней границы, не реагируйте на это. Сохраните. Борьба с дистепидемией гораздо важнее. Если выше, та же самая схема. Отменяете на 3-4 недели, вновь возвращается к терапии. Улидали подобные вещи. Разденьте больного. Посмотрите на ахиллово сухожилие. Посмотрите на то, что мы называем костяшкой. Обязательно посмотрите сюда. Посмотрите на зрачок. Найдите жёлтую дугу. Если это так, то это речь идёт о семейной гиперхолестериномии. Всегда расспросите семейный анамнез. Можно иметь генетические нарушения, но не семейный анамнез. Такой в любой ситуации обязательно. Подозрение. Холестерин выше, чем 8. Липопротеиды низкой плотности больше, чем 5. Вы должны подозревать семейную форму. Проведите больного по этой шкале. Шкале голландских липидных клиник. Если вы подозреваете, отправьте к липидологу. Обязательно. И гораздо больше, чем то, что принято. Особенно врача моего поколения говорили, когда мы были студенты. Нам говорили меньше 1%. Сейчас это гораздо большая цифра. Гораздо, гораздо больше цифра. Поэтому будем бдительны в плане выявления семейной гиперхолестериномии. Можно ли назначать диализным? Нет, есть такой термин. Я дословно его перевёл. Нет пользы от статинов у диализных пациентов. Но я вас прошу запомнить простое правило. Если у больного тяжёлое ХБП. И вы хотите понизить микроальбуменрию. Статины бессмысленны. Если ХБП 1.4, да, пожалуйста, назначайте, вы снижаете риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Нефротический синдром. У экспертов нет ясности по этому поводу. Всегда индивидуальное принятие решений. Диализные пациенты. Не получал – не назначайте. Получал – сохраняйте. Пересадили почку – назначайте. Это очень важно. И теперь дозы статинов. Аторвостатин. Доза не меняется при любой стадии ХБП. Розовостатин. Доза снижается и зависит от стадии ХБП. Симвостатин. Доза снижается. Решили эти вопросы. И, дорогие товарищи, особое внимание обращаю на больных раком, онкологическим заболеваниям. Как правило, применение любых препаратов при химиотерапии приводит к росту триглицеридов. На это надо обращать внимание. И у целого ряда препаратов повышаются липопротеиды низкой плотности. Дорогие товарищи, вот мы с вами рассмотрели очень многокранную борьбу с дислепидемией. Это трудное понятие. Оно требует довольно большого объема знаний, стратегии выбора дозы и контроля. Благодарю вас за интерес к этой проблеме. Сергей Владимирович, я по вашему поручению кончил освещение этой проблемы. Спасибо, Григорий Павлович, за действительно всеобъемлющую лекцию, академическую, как всегда. Ну и я с большим удовольствием передаю слово Юрию Михайловичу Лопатину, взгляд кардиолога на нашего пациента. Добрый день, глубоко уважаемый Григорий Павлович, глубоко уважаемый Сергей Владимирович. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня я защищаю и поддерживаю позицию врача-кардиолога применительно к встрече с пациентом, которого мы обсуждаем уже на протяжении определенного отрезка времени. Это больной с метаболическим синдромом синдемии. И, как вы видите, в заглавии состояния, которые определяют именно вот эту синдемию, присутствует и гиперлипидемия, которая стала сегодня предметом нашего обсуждения. Ну, попробуем задуматься, почему этот больной вообще должен оказаться у врача-кардиолога? Почему он должен прийти к врачу-кардиологу? Ведь на самом деле Григорий Павлович не просто очень изящно и просто рассказал о столь многогранной проблеме. Григорий Павлович подчеркнул, что врач-терапевт, который скорее столкнется с этим пациентом, врач-терапевт должен выполнить определенное количество действий и в ряде клинических ситуаций обратиться к лепидологу или врачу-кардиологу для принятия решения. Мы говорили, что это больной очень высокого риска. Мы всегда говорили, когда обсуждали это, ссылаясь на известную шкалу СКОР-2, которую, коллеги, вы сейчас видите на экране. А сейчас я задам вопрос. Молодой мужчина, у которого уровень ЛНП больше 4 ммл, он фактически оказался у врача-терапевта на приеме, только пройдя диспансеризацию. Но точно так же я вижу данные, касающиеся его семейного анамнеза, а именно раннее начало сердечно-сосудистых заболеваний. Я вижу, что у этого человека есть гипертрофия миокарда левого желудочка и многие другие состояния. То есть, иными словами, уважаемые коллеги, врач-терапевт, выполняя определенный объем работы, конечно, ориентируясь на те действия, которые должны быть в рамках диспансеризации, проведет те обследования, которые должны быть выполнены. И к врачу-кардиологу, по идее, этот больной будет отправлен для решения вопросов о том, если имеет место резистентность проводимого лечения, если имеет место многое то, что характеризует тяжесть течения заболеваний. Давайте задумаемся. А ведь если мы встречаемся с этим пациентом, и мы во главу угла ставим ожирение, вот тот срез, который вы видите на фигуре, обозначенный здесь, мы фактически, уважаемые коллеги, представляем, что за этим кроются достаточно большие существенные изменения по определению. И в качестве тезиса, который мне представляется очень важным, я бы хотел сказать следующую, на мой взгляд, принципиальную фразу. Итак, в какой степени и как глубоко мы должны погрузиться в обследование этого пациента, чтобы принять правильное решение? Все рекомендации, они одинаковые, для врача-терапевта, для врача-кардиолога говорят о том, что мы с вами должны оценить риску нашего пациента, посмотрев на те параметры, которые сопровождают этот клинический случай, мы скажем, да, этот больной укладывается в категорию очень высокого риска. Я скажу лишь только одну фразу, уважаемые коллеги. Это мужчина 43-х лет, активно занимающийся своей работой, у которого возникли проблемы с пересечением эпохи пандемии COVID-19, и сейчас он пришел на осмотр этого пациента. Какое будет выполнено эхокардиографическое исследование этому пациенту? По-видимому, стандартное обследование, и у нас будут данные, касающиеся структуры левого желудочка, касающиеся состояния левого предсердия, но, пожалуй, то, как он переносит нагрузку, это заслуживает нашего с вами внимания. А теперь главный, а может быть и наиглавнейший вопрос. Если мы оцениваем риск у нашего пациента, пользуясь шкалой SCORE-2, про это нам говорят клинические рекомендации, уважаемые коллеги, то мы берем в рассмотрение пол, в данной ситуации перед нами мужчина, мы смотрим на его возраст, на уровень систолического артериального давления, далее на уровень холестерина нелепопротеидов высокой плотности, и устанавливаем тот риск, который мы сочли уже в серии наших встреч применительно к этому больному, что это больной относится к категории очень высокого риска. Буквально неделю назад в европейском журнале «Сердце» появилась статья, очень интересная статья, которая обратила внимание читателей на то, а как часто мы погружаемся в оценку асимптомного атеросклероза, и что мы можем при этом получить. В прошлый раз, когда мы обсуждали эту тему, я обратил внимание наших коллег на предмет развития атеросклеротического процесса, не коронарного, а именно глобальное поражение магистральных артерий, и данные, говорящие о том, что степень поражения сонных артерий может быть, например, меньше, чем поражение бедренных атерий по определению. И это может быть связано с формированием атеросклероза, пока асимптомного атеросклероза, а потом появление клинической картины заболевания. А теперь давайте задумаемся, коллеги, о том, а что могло бы дать у этого человека определение кальциевого индекса, выполнение компьютерной томографии коронарных артерий. А это могло бы дать нам очень много. И эксперты во всем мире говорят о том, что, пользуясь стандартной системой оценки рисков, то есть оценить риск, поставить конкретные цели, а за конкретными целями далее осуществить действие, то есть выбор терапии, про которую блестяще рассказал Григорий Павлович. Зачем тогда нам усложнение этих диагностических процедур? А диагностические процедуры, уважаемые коллеги, нам позволяют оценить очень много вещей, касающихся структуры и функций сердца. В данной ситуации мы можем погружаться, например, в компьютерную томографию, столкнуться с оценкой жировой ткани у него. Но если мы увидим поражение коронарных артерий, просчитаем кальциевый индекс, мы можем провести переоценку рисков у этого пациента, и это как раз звучит так, когда мы от популяционной стратегии оценки риска больше переходим к персонализированной оценке риска. И это не является фантазией, это доказанные данные, вопрос освоится коллеге к тому, а как глубоко мы сможем с вами погрузиться именно в выполнение этих методов исследования. И здесь может появиться некий скепсис. Во-первых, вот это разделение, то, что должен сделать врач-терапевт, и то, чем может помочь врачу-терапевту, врач-кардиолог, очень легко представить при знакомстве с нормативными документами, но в жизни все гораздо сложнее. Насколько мотивирован будет врач у этого пациента провести столь сложный комплекс обследований. Да, в известном смысле слова, здесь может помочь врачу-терапевту, врач-кардиолог, там, где есть существующие возможности. И если этот риск будет еще более выраженным, ориентируясь на тот кальций, который присутствует в коронарных артериях, мы будем говорить, что это еще более высокий риск. Но тогда, уважаемые коллеги, будем реалистами. Мы должны с вами по определению решить прежде всего факт того, что мы говорим, дорогие коллеги, именно о необходимости правильной оценки этого больного. У нас есть высокие значения уровня ЛНП. Мы начинаем считать, и я полностью солидарен с Григорием Павловичем, что мы не просто выбираем статины, фактически применительно к этому пациенту мы говорим о том, что у нас есть только один препарат. Это розово статин. Если мы при цифре 4,1 ммл, можем получить снижение, то, которое мы хотим получить, а именно более 50%, значит, цифра, уровень ЛНП должен быть менее 2, как минимум, если мы говорим про 50% снижения, то, что может позволить дать 20 мг розового статина. Но нам нужно получить эту цифру еще более выраженной. Да, здесь включается правило 6%, про которое говорил Григорий Павлович. Однако, скорее всего, может потребоваться и комбинация с азотимимом. Тут я полностью солидарен с Григорием Павловичем. А вот теперь мне бы хотелось коллеге сказать очень важную вещь. А как мы должны начать эту терапию? И эта терапия, на мой взгляд, должна быть начать... Уважаемые коллеги, дальше пойдет уже озвучивание идеологии в рамках вот той дискуссии, которая сейчас проводится. Итак, уважаемые коллеги, очень важно понять следующее. Понять то, что мы ведь лечим не только нарушение липидного обмена. И, скорее всего, это будет фиксирована комбинация в рамках того предложения, которое сделал Григорий Павлович, а именно эквамера. Тем не менее, хочу подчеркнуть очень важную вещь. В реальной жизни чаще врачи пойдут по пути назначения свободной комбинации ряда препаратов, а здесь принципиально нужна комбинация, если мы говорим про эквамер, в которой имеет место содержание уровня или доза розового статина 20 миллиграмм. Вот тогда, начав с этой дозировки, мы значительно сэкономим время и другие компоненты этой схемы, я говорю про комбинацию лизиноприла и амлодипина, там, кстати, был не самый высокий уровень артериального давления, хотя он выходил за пределы нормы, позволит прежде всего нам быстрее получить этот эффект, посмотреть первичную реакцию и в рамках такой первичной реакции дальше осуществить те действия, которые потребуют, например, добавления изотимима в рамках свободной комбинации, либо некие другие действия. Итак, уважаемые коллеги, я выношу на обсуждение следующее. Врач-кардиолог, если он должен выступить в качестве помощника врача-терапеста, должен предложить более глубокое погружение в состояние магистральных артерий, поиск коронарного кальция, который может позволить провести переклассификацию рисков, которые и так высоки у этого пациента, но начинать терапию у этого больного надо прежде всего с фиксированной комбинацией, с адекватными дозировками. Я не уверен, что на дозировке даже фиксирована комбинация от орвостатина, если мы говорим о применении этого препарата, мы можем получить такой же эффект, как если в составе комбинированной терапии присутствует розовый статин. Объективно, он сильнее. Значит, это назначение фиксированной комбинации, а далее, в пределах того, что нам говорят рекомендации, 8 плюс-минус 4 недели, мы можем вносить уже большие коррективы в терапию, но все-таки старт в терапии должен быть гораздо более высоких дозах, чем это принято в реальной клинической практике. Сергей Владимирович, вот такая тема на обсуждение с точки зрения выбора наших последующих действий. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Ну, как всегда, классное выступление. Я бы сказал так, что, конечно, вы правильно говорите, что нам надо редиагностировать еще раз риску этого пациента, причем прикажущимся благополучия, такой есть термин, мнимое благополучие, вроде бы все так, в пределах пограничных значений, но риск это по скорам и правильно с вами показывали все время чрезвычайно высокие. И вот продолжая вашу тему с кальцификацией коронарных артерий, с более углубленным оценкой состояния каротидных артерий, я бы сказал так, что я не случайно сегодня во время презентации случая делал акцент на уровне ЦРБ, потому что ЦРБ сегодня является, конечно, доступным абсолютно после ковида, о котором говорил Григорий Павлович, инструментом диагностики индивидуального сердечно-сосудистого риска. Кроме того, когда появился вот этот слайд фактора риска в 21 году, он появился еще задолго до появления термина метаболическая синдемия. И вы видите, что здесь наряду с компонентами метаболической синдемии, компонентами того, что есть у нашего пациента, присутствует воспаление. Сегодня, безусловно, для нас понятны и идентифицированы те механизмы, которые связывают повышение уровня ЦРБ и риск атеротромбоза. Ну и у нашего больного есть полный набор для того, чтобы иметь такой повышенный риск. Это и инсулинорезистентность, это изменение самого уровня ЦРБ. Я бы сказал, здесь еще один аспект очень важный. Вот два последних пункта, наверное, на этом слайде акцентирования требуют. Это то, что ЦРБ является маркером дисметаболических нарушений и маркером нестабильности атеросклеротической бляшки. Поэтому любой более низкий уровень ЦРБ будет представляться нам более здоровым, более безопасным для больного. Взаимосвязь, гиперлипидемия, воспаление, она хорошо изучена и показана. Ну, после такой академической лекции Григорий Павлович, я не хочу уже вдаваться в идеологию того, что происходит, но очевидно, что здесь есть возможность через воздействие на этот путь, так сказать, уменьшить воспаление нашими препаратами. Буквально в режиме скорого. Вот важно или не важно определение нашего уровня ЦРБ. Конечно, важно, потому что это фактор, который позволяет нам у практически подчеркиваю здоровых лиц, вот казалось бы, наш пациент относительно здоровый, определить риск инфаркта миокарда, риск инфаркта не только, но и инсульта. Ну и мы видим с вами, что здесь прогностическая ценность повышается в сочетании с определением общего холестерина липопротеидов высокой плотности. Они у нашего пациента понижены, поэтому сочетание воспаления с снижением уровня защитного атерогена в профиле липопротеидов высокой плотности представляется самой нехорошей ситуацией для нашего пациента. Впервые в общем-то было продемонстрировано то, что воспаление снижается на известном одном из первых генераций статина в право статине. Ну и было показано, когда стали изучать вклад и изменение цирреактивного белка как предиктора сердечно-сосудистого риска, что именно вот эта формула ЦРБ плюс частное отделение общего холестерина на липиды высокой плотности является самым мощным прогностическим фактором. Очень большой вклад в популяризацию этого показателя внес Редикер и в общем-то мы видим с вами, что появляется шкала Рейнольдса, которая дополняет шкалу Фромингамскую, которая недооценивала риск сердечно-сосудистого молодых пациентов и с этого момента идет констатация того, что повышение уровня ЦРБ выше 3 мг на литр это высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Я, кстати, потом покажу в конце заключительную работу Редикера, который говорит об оптимальном уровне ЦРБ. Просто в голове сейчас попытайтесь представить себе, какой уровень ЦРБ он считает минимальным. При том, что мы видим, что в Рейнольдсской шкале уровень меньше 1 мг на децилитр расценивается как низкий риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Очень важная позиция была озвучена практически 20 лет назад, когда, посмотрите, в специальном документе в журнале Seculation было написано определение высокочувствительного ЦРБ является независимым фактором риска и должно использоваться врачами как один из факторов глобальной оценки коронарного риска, то, о чем говорил Юрий Михайлович, его использование особенно эффективно у лиц со средним риском. Когда высокий риск, там все понятно. А вот при среднем, когда идет дилемма выбора интенсификации терапии, это становится чрезвычайно важным. Сегодня установлены основные механизмы действия противовоспалительного статина. И, безусловно, среди той палитры, которая сегодня используется для подавления низкоинтенсивного неинфекционного воспаления, это широкий спектр от метформина до колхицина, статины по праву занимают ведущие позиции. Ну, мы видим с вами, что уже я показывал на право статине, на торво статине. Мы уже через 6 недель видим мощное снижение уровня ЦРБ. И еще один очень важный аспект. Размер бляшки коррелирует с изменением уровня ЦРБ. Снижаем ЦРБ, уменьшается размер атеросклеротической бляшки. И вот исследование реверсал сравнения торво статина с право статином, оно очень убедительно показало, что, в общем-то, у нас изменения объема, они в значительной степени связаны с противовоспалительным эффектом препарата. Посмотрите на предыдущий слайд, при том, что цели и достижения уровня в исследовании реверсал были приблизительно одинаковыми, но снижался объем бляшки на торво статине, не снижался на право статине, а теперь посмотрите, разница в 7 раз по снижению уровня ЦРБ. А Юрий Михайлович, Григорий Павлович говорили, сегодня эталоном снижения воспаления, это, собственно, прописано у этого препарата в инструкции к его применению, является розово статин. Если мы вспомним его инструкцию, то там написано, что для подавления воспаления у больного с одним еще фактором риска уровнем ЦРБ выше 2. Безусловно, важнейшим исследованием было, и Григорий Павлович говорил об этой серии Galaxy, исследование Юпитер. Ну, вот посмотрите, очень близкие параметры к нашему больному, избыточная масса тела, высокая пограничный уровень артериального давления, липиды низкой плотности и ЦРБ 4,2. Напоминаю, что у нашего было выше 5. Так вот, посмотрите, что произошло в исследовании Юпитер. Больных, которых формальных показаний с точки зрения липидограммы не было для назначения розового статина, Мейсовская точка, инфаркт, инсульт, нестабильная стенокардия, сердечно-сосудистая смертность, через 5 лет снизились на 44%. Причем, показатель фантастический нам бы не тутрит. Очень эффективное вмешательство. Снизилась общая смертность. При этом мы видим мощное снижение уровня ЦРБ в исследовании Юпитера. Ну и, конечно, надо сказать о том, что исследование, как и всякое крупное, Юпитер показал еще одну важную вещь. Это снижение спровоцированной, неспровоцированной тромбоэмболии. Собственно, о статинах всегда речь шла как средство, которое снижает риск тромбоэмболических осложнений. Но на терапии розово-статином практически мы увидели 40%, на части даже и более 40% снижение венозной тромбоэмболии. И, конечно, результаты Юпитера впечатлили, потому что по всем конечным точкам, включая смертность, инфаркты, инсульты, наступало выраженное снижение, ну, по общей смертности 20%, по инсульту более 50%. Поэтому в свое время после окончания исследования Юпитера вот это была пирамида применения статинов у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Юпитер стоял на гребне этой пирамиды, где было написано, что нет ЭБС, нет высокого холестерина, но он все равно срабатывает и снижает сердечно-сосудистые риски. В качестве примера того, что делает Эквамер, о котором говорил и Юрий Михайлович, и Григорий Павлович, я хочу привести наше исследование, которое показывает, что при переводе больных на фиксированную комбинацию с титрацией дозы розового статина, мы закономерно получаем снижение артериального давления, отличные эффекты, я бы здесь подчеркнул, всегда говорю об этом применительно к нашему исследованию, мощное снижение триглицерида, потому что, опять-таки, напомню, что в инструкции к розово-статину написано, что это и снижение гипер-триглицеридемии, при этом минимальные изменения со стороны трансаминаз, улучшение эластичности сосудов, снижение сосудистого возраста, нет на этой комбинации того, о чем говорил Григорий Павлович в отношении статинов, риска повышения развития сахарного диабета, лизинаприл и амлодипин прекрасно это перекрывают возможное диапетогенное действие статинов, это очень важно, более того, мы здесь видим уменьшение инсулинорезистентности, ну а главное, мы в этой группе увидели всего за 6 месяцев переход из группы высокого риска в группу умеренного риска, благодаря снижению высокочувствительного ЦРБ, и, конечно, такой подход уже оцененный с точки зрения совместного сочетания снижения и достижения двойных целей целевого уровня липидов и снижения уровня ЦРБ, это максимальное снижение сердечно-сосудистого риска. Ну а вот на заключительном слайде, коллеги, я хотел бы показать тот идеальный уровень, которому призывает Ридикер, это 0,1 миллиграмм на децилитр. Ну вот я, честно скажу, в реальной своей практике такого уровня не видел, но, наверное, мне в оправдании будет и то, что мы даже уровень целевой и артериального давления, и целевой уровень липидов, декларированный в наших рекомендациях, видим нечасто. Но и тоже вот этот вот, подводя итоги нашего разбора сегодняшнего клинического пациента, я думаю, что маркер такой, как высокочувствительный ЦРБ является доступным, и он, конечно, позволяет взглянуть на пациента с более законченной картиной того, что нужно делать у него. Юрий Михайлович. Сергей Владимирович, спасибо большое за вот этот взгляд применительно к ведению данного пациента. Я предлагаю сейчас приступить к дискуссии и в качестве первого вопроса, который мне кажется очень важным, это то предложение, которое мы с Григорием Павловичем сделали независимо друг от друга, попробовать в качестве стартовой терапии у этого пациента фиксированную комбинацию антигипертезивных препаратов вместе с розово-статином, ну, известный препарат Эквамир. Так вот, вопрос следующего плана, Сергей Владимирович, как вы считаете, если мы говорим о четырех дозировках вот такой фиксированной комбинации препаратов и конкретно фокус на розово-статин, считаете ли вы достаточной взять дозу 10 миллиграмм в рамках этого препарата розово-статина или все-таки начать с 20? Как вы помните, я предложил вариант именно сфокусироваться на дозировке 20 миллиграмм. Ваш взгляд, что мы выиграем, что мы можем получить, как вы думаете? Юрий Михайлович, ну, я вообще сторонник, вы знаете, мы с вами довольно много выступаем вместе, что все-таки понятно, что это опыт врача, это понимание пациента, того, что с ним происходит. Вот я считаю, что в разумных пределах нужно отходить от терапии, пошагово наращивание интенсивности терапии, неважно какой, гипотензивной, гиполепидемической. Если мы видим пациента с отягощающими факторами риска, ну, а здесь отягощающий на лицо ЦРБ, то в этой ситуации я бы начинал с максимальной дозировкой. Объясню, почему. Это касается не только, кстати говоря, розово-статина в данном варианте эквамера, а вообще и комбинации гипотензивных препаратов. Почему? Потому что чем быстрее мы достигнем целевого уровня давления, липидов, тем быстрее мы выведем пациента из группы высокого риска. Это первый аспект. Второй аспект, если применительно к нашему пациенту, ну, понятно, что более высокая доза розово-статина быстрее подавит воспаление. А воспаление это такое, то, что говорят ургентный фактор риска, потому что я не случайно акцентировал внимание на риски тромбоэмболических осложнений при повышенном ЦРБ. Значит, соответственно, мы здесь стабилизируем бляшку, если она нестабильна, и успех от такой терапии будет, конечно, больше. Ну, и, наконец, третий момент. Мы должны понимать, что вот наши скорые, скор диабет и так далее и тому подобное модифицируемых показателей два. Это давление и липиды, не липопротеиды низкой плотности. Так вот, если мы скорригируем их быстро, значит, у нас больной перейдет быстрее в зону более низкого сердечно-сосудистого риска. Ну, и последнее, как завершающая весь, мы прекрасно знаем это и на ингибиторах, в меньшей степени на зортанов, на ингибиторах это очень четко прослеживается, и особенно на статинах дозависимый плеотропный эффект. Мы говорим о экстракардиальных показаниях для назначения статинов и розового статина. Поэтому я поддержу вас с Григорием Павловичем и скажу, что я бы пробовал высокую дозу, достигал целевого уровня, а дальше попытался идти терапией степдаун. Отлично. Сергей Владимирович, вы сами назвали слово плеотропные эффекты, очень часто присутствующие обозначения того многообразия эффектов, которые мы видим при применении различных классов препаратов. Но тут не могу не спросить ваше мнение, я, естественно, тоже выскажу сейчас свое мнение. Когда мы говорим про плеотропные эффекты, мы почему-то не так часто вспоминаем, что небольшой, но все-таки некий гипотензивный эффект у статинов существует у розового по данным достаточно большого количества анализов. Это может быть и 1,2 мм, а это все-таки знаковая величина сама по себе. Если мы говорим, что снижение давления на 1 мм обеспечивает снижение рисков сердечно-сосудистых событий. Или обратная ситуация. Разве таких эффектов нет у ингибиторов АПФ либо антагонистов кальция? В конце концов, это те же самые компоненты эквомера, про которые мы с вами сейчас говорим. Но тогда объясните мне, пожалуйста, если так все очевидно. И даже мы перестаем все больше и больше бояться именно того, что мы пойдем с более высокой дозой сами по себе. Так вот, это же ведь впрямую укладывается в концепцию полипил. Сергей Иванович, начать работу сразу. Отсюда вопрос простой. Что нам надо сделать в контексте того, чтобы вот этот этап ожидания, или даже, если хотите, в кавычках, некого опасения, все мы прошли быстро и сразу стали применять боли таблетки? Юрий Михайлович, ну я думаю, что здесь у нас, конечно, на уровне ментальности сдерживающий фактор. Мы всегда боялись побочных эффектов препаратов. Сейчас мы понимаем их реальную частоту. Она значительно была гиперболизирована, демонизирована. Это частота побочных эффектов. Мне кажется, что здесь разъяснение врачам ограниченного периода времени для достижения целевого уровня липидов, давления и так далее должно стать ключевым фактором. 8 плюс-минус 4 недели. Вот надо понимать, что если мы просто пассивно будем далее формально, вроде больной терапию получает, но это мы всегда с вами на наших вебинарах по нарушениям липидного обмена говорим, ведь эти цифры 1,8, 1,4 единицы, они взялись не с потолка. Работы достаточно давние, они показывали регресс, то, о чем мы говорим о теросклеротической бляшке, начинается после того, как мы снизили липиды низкой плотности ниже 1,8. Ну вот логично, Сергей Владимирович, но согласитесь с фактом того, что оперируя цифрами по тому, насколько мы можем снизить уровень, например, ЛНП, мы в конце концов должны увидеть индивидуальную реакцию конкретного пациента, вот этого мужчины 43-х лет, который начинает принимать явно адекватную дозу препарата, чтобы понять и увидеть у него какая-то цифра. И я вас полностью поддержу, действительно, именно в рекомендациях последних лет появились цифровые обозначения того отрезка времени, в рамках которого мы должны активно работать, будь то это артериальная гипертензия, либо нарушение липидного обмена, по-видимому, как только вот эти сроки будут приобретать все более жесткий характер, применит к контролю деятельности врача, по-видимому, процент достижения целевых уровней, как артериального давления, либо уровня ЛНП будет становиться больше. Хорошо, вроде бы все понятно, но мы же с вами оцениваем реальную клиническую практику, и мы с вами представляем, что даже в рамках некой нормативной базы врач не обязан погружаться вот в те сложные методы, про которые я говорил применительно к позиции кардиолога. Итак, мы должны усложнить клинические рекомендации, повысить некий уровень чистоты выполнения этих процедур. В данной ситуации я обращаюсь к вам, как к председателю комитета по клиническим рекомендациям, а вы видите весь спектр клинических рекомендаций. На мой взгляд, да, это надо делать, но есть еще очень важная составляющая доступность существующих методов, согласитесь, они есть, они доступны в нашей стране, в крупных центрах, которые выполняют лидирующую роль как в каждом регионе, так и в федеральных центрах, диагностическая база более чем мощная. Значит, речь идет все-таки о неких организационных вопросах. Ваше видение, Сергей Владимирович. Юрий Михайлович, ну, я скажу так, что мое глубокое убеждение, что мы должны всегда взвешивать не только доступность метода, но и, ну, я всегда классически, уже вы часто это слышите, пример привожу с определением скорости пульсовой волны. Мы с вами можем делать. А где еще в нашем славном миллионном городе могут делать стационары и поликлиники такую методику? Нигде. Значит, соответственно, в международных рекомендациях есть определение по артериальной гипертензии скоростью пульсовой волны? Есть. Из наших мы убрали доступность метода. Ведь идея рекомендации, ну, в общем, сделать качественной и стандартной помощь практически на всей территории нашей очень большой страны с разными экономическими уровнями в регионах, доступностью помощи и так далее. Поэтому здесь, я бы сказал, должна быть оценена экономическая составность. Потому что мы понимаем, что в принципе, ну, тоже доплеровское исследование каротидных артерий не весь какая по сложности процедура. Но мы понимаем, что если мы ее пропишем в рекомендации с коэффициентом единицы, это довольно будут большие затраты по кругу на всех тех пациентов, кому она показана. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что вот с моей точки зрения следующий шаг вот при формировании рекомендаций и наших по кардиологии, это более детальное прописание маршрутизации наших пациентов. Вот, грубо говоря, мне всегда нравятся североамериканские рекомендации. У них там, вот знаете, как диагностика, я недавно читал неалкогольную, жировую болезнь печени. Вот критерии диагностики наши. Перечислено семь позиций, вот с первой по пятую это обязательная, плюс шестая или седьмая. Там для остеата, гепатита, первая, третья, плюс шестая, седьмая. Вот нам надо создавать подобные документы, что если мы видим, ну вот давайте возьмем нашего пациента, что проще, посмотреть, у него, наверное, там ладычно-плечевой индекс, о котором мы уже оскомину наели, нашим пациентам, говоря, набили, говоря о необходимости. А вот если он пограничное значение, значит, УЗИ-диагностика. То есть, вот эта маршрутизация, она безусловно должна быть прописана, потому что не делая этого, мы будем пропускать очень много тех ситуаций, когда наши сегодня возможности медикаментозные, они очень велики, но мы пропустим назначение, интенсификацию терапии, и получим в итоге конечное какое-то фатальное или не фатальное серьезное осложнение, как вы сказали на одной из лекций, индексное событие. Сергей Владимирович, очень интересно. Получается так, вы ведь сами озвучили сейчас ладычно-плечевой индекс. Смотрим на клинические рекомендации. Когда мы говорим про рекомендации по артериальной гипертензии, там мы видим ладычно-плечевой индекс, который нам позволяет сказать, да, в магистральных артериях наступили существенные изменения. Если там эти цифры соответствуют показателю, мы не узнаем про локализацию. Но и в том, и в другом случае, я теперь уже говорю про рекомендации по нарушениям липидного обмена, а дальше можно двигаться в сторону, например, коронарной болезни сердца, либо заболевания периферических артерий, ведь получается, надо найти место, когда этот метод должен быть точно выполнен. Скорее всего, если мы говорим про амбулаторный звено, значит, в критериях обязательности выполнения работы должен звучать этот параметр. Кстати, не самый сложный с точки зрения определения. Но если этого нет, вся маршрутизация превращается как в очень красивый расписанный маршрут, но он может быть практически нереализован. Это вот мое ощущение в продолжении той мысли, которую вы сказали. Еще очень важная вещь. Вот вы упомянули американские рекомендации, а ведь у них всегда присутствует раздел по каждой из рекомендаций, где описывается экономическая целесообразность использования того или иного метода диагностики и лечения. Представьте, сколько нужно будет сделать в контексте именно экономической оценки перед тем, как формировать те или иные клинические рекомендации. В конце концов, доступность того или иного метода. У нас разве нельзя назначить ингибиторы PCSK9 либо инклюзеран? Да, конечно, можно. Но мы знаем процедуру, как это расписано. И это уже хорошее действие. Хотя мы думаем и обозначаем группы больных, которым наверняка эти препараты могут потребоваться. Смотрите, ведь Григорий Павлович показал, что тогда, когда у нас статин, а это фактически будет розовый статин, вместе с эзотемибом не позволяет нам достичь конкретной цели, мы должны переходить вот на этот третий этап, когда мы обсуждаем использование ингибиторов PCSK9 либо инклюзерана. Итак, применительно к нашей стороне, к нашим действиям, насколько велики будут потребности в анализах экономической составляющей того или иного метода диагностики и лечения? Как думаете? Ну, Юрий Михайлович, они, безусловно, тут аксиомы, они нужны, и не только методы диагностики, но и лечения. Ну, в принципе, вся система британского здравоохранения, пресловутая Найс, она на этом построена. Она оценивает возможность и приемлемость для общества с его экономической составляющей того или иного вида вмешательства, тонво или иного диагностики. Я думаю, нашим коллегам, я думаю, вы это скажете тоже, что, ну, около, по-моему, полутора лет назад была опубликована Найсовская позиция, что больным с выраженными болями в левой половине грудной клетки в возрасте, если мне память не изменяет, я могу ошибиться плюс-минус 5 лет или 40 или 45 лет, надо сразу же делать коронарографию, потому что они посчитали, что в случае, когда это не самое дешевое вмешательство, но они посчитали, что смертность из-за недиагностированного вовремя коронарного тромбоза, она экономически перекрывает все те затраты, которые идут по этому сценарию. Вот необычный поворот сюжета, но... Но, тем не менее, Сергей Владимирович, они не ответили на вопрос о том, насколько реально применительно к клинической практике будет использование других методов диагностики, когда мы говорим о необструктивном поражении коронарных артерий. Сегодня Григорий Павлович приводил особенности того, как протекает заболевание, например, у женщин с той же самой диссекцией, или вообще, независимо от пола у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий. Там опять появляются новые методики. Иными словами, вот если подытожить нашу дискуссию сегодня применительно к этому пациенту, внешне звучит все очень легко, даже обыденно. Больной столкнулся с проблемой, во многом это рубеж перенесенной инфекцией SARS-CoV-2, дальше диспансеризация и активное желание заниматься собой, исходя из обилия этих жалоб, которые вы сегодня представили, Сергей Владимирович. И обследован-то больной был не так уж и плохо. Именно риски мы оценить можем у этого человека достаточно хорошо. В конце концов, это указано в рекомендациях. Тем не менее, по-видимому, у этого человека действительно потребуется построение маршрута, по которому должен идти этот пациент, чтобы разобраться в тех деталях, чтобы еще более точно определить этот риск, а за ним выбрать ту терапию, которая обеспечит наиболее быстро и наиболее точно ту цель, достижение которой нам говорят наши клинические рекомендации. Давайте проверим, есть ли у нас вопросы в чате. Я пока этих вопросов не вижу. Тогда, я думаю, пришло время нашим коллегам, которые присутствуют сейчас на настоящем вебинаре, сказать слова благодарности и интерес к этому вебинару. Нам действительно этот вебинар очень интересен, поскольку мы движемся в известном смысле по пионерскому пути, потому что мы пытаемся посмотреть на этого пациента с разных точек зрения, чтобы выработать те решения, которые будут наиболее логичными в условиях реальной клинической практики. Сергей Владимирович, Вам слово. Сергей Михайлович, спасибо. Я думаю, что действительно надеемся, что нашим коллегам было интересно. Мы продолжим разбор нашего пациента и путешествие по треку метаболической синдемии уже после летнего отдыха. У нас еще как минимум четыре мероприятия с Вами запланировано во втором полугодии нашего года. Я думаю, что мы порадуем какой-нибудь хорошей познавательной брошюрой наших коллег по итогам нашего, которая бы имела практическую направленность, и помогала им в их ежедневной пользе при работе с компонентами метаболической синдемии. Коллеги, еще раз благодарим Вас за внимание. До новых встреч после летних каникул. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok